Виноград и сад на даче И тема сегодняшнего видео Это ответы на вопросы, касающиеся выращивания саженцев винограда в домашних условиях В квартире, в стаканчиках или в чем-то подобном Эту процедуру в свое время я прошел В 1989 году я купил дачный участок И свои первые саженцы, которые я вырастил и посадил на этом участке в 1990 году Весной 1990 года Это было именно таким методом В марте месяце еще снег на улице был Я пошел, мне нарезали черенков Неукрываемый сорт винограда Русский конкорд, он растет у меня до сих пор Когда земля оттаяла и появилась возможность добыть землю Я эти черенки посадил в стаканчики Это было в конце марта И в мае месяце, после того, как уже не было вероятности заморозков весенних Я высадил их в открытый грунт Все прекрасно получилось Но это был первый год В последующие три года Все мои попытки оказались безуспешными Нет, все прорастало, все начинало расти Даже бывало так, что вырастали такие пальмы, что в окне не помещались А потом болезни все это дело загубили Появлялись пятна Борьба с ними была бесполезная Я пытался и брызгать различными фунгицидами Но, увы, безуспешно И вот в этом году еще вопросов по этой теме не было А в прошлом году достаточно много было вопросов Начиная где-то с начала марта Может быть, со середины марта И до мая месяца, весь апрель Я отвечал на эти вопросы Ну, если кто на электронную почту присылал То непосредственно А так в комментариях еще были ответы Даже статью написал и опубликовал на своем сайте А называется это статья Выращивание саженцев винограда в стаканчиках болезни Ну, все вопросы, которые были Их можно разделить, объединить в три группы Первая группа Это глазки черенков распустились Появились первые листочки И все начало засыхать Присылали и фотографии с вот такими вещами Как были посажены эти черенки И вот что они были посажены Вторая группа Это побеги пошли в рост Но на листьях появились пятна И побеги засыхают Вот это то, что я говорил Что я сам попался был на вот этих пятнах На вот этих болезнях Что это было такое То ли краснуха Ну, не мильдиум и не оидиум Это точно Вот А вот что за болезнь непонятная Ну и третий вопрос Корни появились достаточно мощные А глазки не распускаются Ну, живьем я такого не видел Вот При выращивании в стаканчиках В домашних условиях саженцев А вот С Василием Ядокимовичем Прошлой весной Мы наблюдали у него на школке винограда Вот Подобную вещь Когда посадили как положено Он посадил черенки на саженце выращивать Ну вот А они не распускаются Не распускаются Когда другие там пошли Он эти начал раскапывать Корневая система образовалась Достаточно мощная А глазки не распустились Но тогда это было понятно Дело в том, что В сентябре 2015 года Где-то в 20-х числах Был мороз И достаточно сильный мороз И вот та невызревшая лоза А эта лоза еще была Срезана на Молодых кустах Буквально которым По два года Которые еще не вошли в плодоношение Там появлялись какие-то первые Сигналочки С таких кустов нежелательно Брать посадочный материал Черенки Черенки надо брать С хорошо вызревшей лозы С кустов Которые уже плодоносят не один год Вот тогда получится все хорошо А именно с этого материала И получилось то Что Эти лозы попали под мороз Сам то черенок вроде бы и вызревший А глазок то погиб Оказалось что он не до конца вызрев И вот этого осеннего мороза Хватило Для того чтобы погубить глазки И они весной не прокинулись Тогда как корневая система Образовалась Ну такое еще возможно В таких условиях Вот есть сайт Натальи Пузенко Виноградаря С Астрахани Не помню Ну где-то оттуда И она в своем сайте пишет Что если кто Увлекается очень корневином Есть такой препарат Для лучшего образования корней То тоже может быть Такая ситуация При передозировке Вот когда вы больше чем надо Не по инструкции Как написано Что-то делаете Нарушаете Дабы больше Дабы лучше А оно может оказаться и хуже Вот Ну это вот такие два предположения В ответе на третий вопрос Как избежать вот в этом случае ошибок Ну во-первых Когда вы подготавливаете черенок А его надо подготавливать вот таким образом Как на вот этом рисунке Вот Вы нижнюю почку срезаете Вот ее надо аккуратненько взять И разрезать поперек Если она внутри зеленая Значит эта почка хорошая Она должна проснуться Ну и следующее Рядом почки там будет одна или две Все зависит от того Сколько глоствовый черенок вы взяли Если это двухглазковый Значит еще одна почка хорошая Если трехглазковый Две Они должны быть хорошие Я понимаю Что некоторые черенки Достаются достаточно тяжело и дорого Это не то что допустим У вас растет куст И много посадочного материала Ну вот таким образом Можно чуть-чуть проконтролировать Годен этот глазок Годен ли этот черенок Для последующей работы или нет Если глазок вы разрезали И он полностью черный Значит толку с этим черенком не будет Можно его сразу выбросить Тем более что вы же самый нижний разрезаете А те верхние им надо было больше времени Для полного вызревания Чем для нижнего Они же позже появились на свет То наверняка они тоже негодные Ну вот это что касается третьего вопроса Перейдем к первому вопросу Глазки черенков распустились Появились первые листочки И потом все это засыхает Но если вы выращиваете в квартире Где топятся батареи Где слишком сухо То это все может засыхать От сухого воздуха И тем более что На тех фотографиях Что мне присылали Длинный черенок Сантиметров Двадцать длиной Вот И вы сажаете его Буквально в какой-то Мелкий стаканчик Там в грунте Самого черенка Находится сантиметра два-три Все остальное на воздухе Стоит в квартире Конечно оно Трудно ему Еще корней нету Чтоб впитать Листья пошли Им нужна влага Тем более влага При температуре Пытается это все Испаряться И они будут засыхать Ну что в этом случае делать В этом случае надо Садить черенок Нормально Глубоко Если у вас Трехглазковый черенок Нижний глазок Вы удаляете При подготовке черенка К посадке Вот И помещаете его В грунт Буквально По второй черенок Можно даже И второй черенок Пусть будет в грунте Он когда Проснется То он пробьется Через грунт И выйдет наружу Ну а третий Он сверху Кроме того Хорошо подеть Пакетик полиэтиленовый Сверху Для того Чтобы там Сохранялся Влажная Влажный воздух Достаточно Влаги было Для того Чтобы он не засыхал Ну в крайнем случае Вот я читал Одну рекомендацию На одном из сайтов В интернете Есть делают Берут салфеточку Влажную Обматывают Этой влажной салфеткой Эти Глазки Череночек С ласками А сверху Помещают Полиэтилен В принципе Можно и таким образом Но это более Морочливая штука Я так не делал Вот что касается Полиэтиленовых пакетов То что-то подобное Пытался Своорудить Вот Ну по крайней мере Меня по вот этому Вопросу проблем не было Все росло хорошо Были проблемы По другому вопросу А другой вопрос Был такой Вот Побеги пошли в рост Но на листьях Появились пятна болезни Ну болезни бывают Вирусные Бывают грибковые Вот И Конечно Перед тем Как садить Высаживать Ваш посадочный материал Вам необходимо Подготовить этот черенок Так как вот на рисунке И вымочить В течении Двух-трех суток Так вот Первая процедура Которую надо сделать После того Как вы его подготовили Это Обеззараживание От Возможных болезней Ну и там мне писали Что проводили Марганцовкой Такую процедуру Обеззараживания Ну не знаю Я как-то Не знаком С этим Марганцовка Может быть Она против чего И помогает Но лучше Взять нормальный Фунгицид Лучше всего Это конечно Днок Днок Вам обеспечить Против Большинства Болезней Грибковых Это такие Широко Распространенные Как Мильдю Оидиум Антракноз Очень часто Сейчас у нас Антракноз Это бич Вот раньше Только был Мильдю и оидиум На югу Там филоксера Свирепствует Там филоксера Является бичом У нас филоксеры Слава богу Нету Ну вот Мильдю и оидиум А тут еще Добавился И антракноз Вот так Краснуха Тоже есть такие Пятна Похожие Очень на Антракноз Вот Против этих Болезней Ну и может Некоторых еще Двоих Днок Или нитрофен Очень хорошо Воздействует Кроме того Днок Он не только Фунгицид Он еще Инсектор Акарасит И вот есть Виноградный Зудень Он зимует В почках В глазках Вот Если Такой виноградный Зудень Был раньше На том Винограднике Откуда Эти черенки То наверняка Он там есть И Днок Его свойство Такое Что он Проникает В ткани Глазка В ткани Почек И Проводит Обеззараживание Убивает Вот этого Виноградного Зудня Лучше всего Конечно Провести Дезинфекцию Вот такими Препаратами Как Днок Нитрофен Ну вот еще Брунька Тоже Обладает Такими Свойствами У меня Правда Опыт Оказался Применение Его на Винограднике Неудачным Я Использовал Брунку Именно для Чтобы победить Виноградного Зудня Но не Помогло Когда Начали Распускаться Глазки То В глазках Сразу Появились Признаки Заражения Вот этим Клещом И Тогда Я применял Уже Инсектициды Более сильные Каратэ Использовал Для того Чтобы Избавиться От Этого Клеща Помогло Ну В крайнем Случае Проведите Обеззараживание Хотя бы Медным Купоросом Или Железным Купоросом По крайней мере Вот таких Болезней Как Антрагноз И Милью Краснуха Вы Обеззаразите Себя И у вас Меньше Появится Вероятность Появления Вот таких Пятен И Пропадения Ваших Саженцев Ваши попытки Не пойдут Не пропадут Ну вот Это такие Ответы На те вопросы Которые Задавали Я После вот Этих Неудачных Опытов Хотя Был и Удачный Перестал Высаживать Саженцы Из Черенков В квартире Все это Делаю На участке Приходит Весна Там Высаживаю Все прекрасно Получается Безо всякой Муроки Не надо Никаких Забот Посадил Оно все Как положено Оно все Растет Вот Да Такие Саженцы Казалось бы Может быть Чуть-чуть Меньше Ну смотря Зависит От Как вы Будете Ухаживать Есть У меня Статья На сайте Ссылка В первом Комментарии Имеется Вот Василий Евдокимович Якушенко Например Выращивает Саженцы И Вот такие Они Получаются Они Не совсем Не меньше И не уступают Тем саженцам Которые Можно вырастить Из черенка В квартире Так что Этот вопрос Спорный Стоит ли Этим Заниматься Вообще Вот Меня Скромнее Саженцы Получается Но дело В том Что я Не ухаживаю За ними Так Как ухаживает Василий Евдокимович Во-первых У меня Нет возможности Поливать На Даче Полива Нету На машине Возить Ну Иногда Привезешь Там Польешь Поэтому Зато Они Более Устойчивые К засухи Получаются Ко всяким Болезням Вот Хорошо Вызревают На осень А собственно Говоря Вам при посадке Вот Нужно Не Саженец С побегом Длиной В метр Или два Как рекламируют А то еще и продают Саженец С побегом И говорят Ты же вот это Отрежешь Побег Вот И деньги За этот побег Берут с вас Вот И посадишь его Вот Хотя С такого саженца И не стоит Делать Новый саженец А Надо делать Саженцы Черенки Брать С плодоносящих Кустов Но Продавец Выигрывает В деньгах Так сказать Побольше Берет денег Вот Это Во-первых А во-вторых Вы же этот побег Обрезаете Вам сколько Вам нужно Две Максимум Три почки Ну Нужно две Третья Про запас Вот На Всякий случай Там Вот Вам в первый же год Необходимо Вырастить Сколько Ну Один Два побега Максимум Один побег Достаточно Для того Чтобы В дальнейшем Уже Формировать Куст Винограда Веерной Формировки Вот Ну Или Другой Какой-то Какой Вам там Необходимо Все зависит От того Какой Сорт Виноград Да Какие Климатические Условия Вы Выращиваете Вот И Какой Ваш Замысел То ли Вы хотите Все это Вывести На козырек Чтобы у вас Шатровая Формировка Была Вот Японские Фильмы Видели У них Вес Виноград Выращивается Вот таким Образом Но Они его Не снимают Не укрывают Там В одном Фильме Про Японский Виноград Этот Владелец Виноградника Показывал Куст винограда Которому 40 лет Ствол Конечно Такой Достаточно Мощный Сантиметров 25 В диаметре По Прикидкам Таким Вот Его Конечно Не укроешь Ну В любом Случае Вам Необходимо Иметь Саженца На весну Две Максимум Три Почки А выращиваете Один или два Побега В зависимости От того Как они пойдут В рост Можно и два Вырастить Если Мощный Такой Саженец Получился Ну Достаточно И одного А потом На следующий Год Дальше Уже будете Формировать Ваши Рукава Какие Сроки Посадки Ну вот Тоже Такой Вопрос Был Задавал Задавали Дело В том Что Все зависит Еще Где Расположены Вы Какая У вас Погода Вот И Рассчитывать Надо Таким Образом Чтобы Готовый Саженец Высаживать Тогда Когда Вероятность Заморозка Весенним Уже Сводится К Нулю Вот И Для Нашей Вот Я В Полтаве Нахожусь Это Средняя Часть Украины Мы Как Правило Высаживаем Вот Такие Саженцы Которые С Зелеными Листами Уже После Пасхи Вот До Пасхи Его Надо Как То ли В контейнере То ли В чем То Таком Чтобы Можно Выставлять И на Улицу То ли На Балкон Если Частный Дом То Просто На Улицу А На Ночь Когда Возможны Заморозки Заносить Его В помещение Вот Ну В других Районах Конечно Теплые Времена Наступают Раньше Поэтому Можно И раньше Высаживать Кроме То Еще Зависит От Место Вот Например Мой Виноградник Он Находится На Склоне Горы Вот И Внизу Там Где Рядом Речка Рядом Залив Болота Вот Там Совершенно Другие Условия Чем У меня На Средине Горы Если Там Утренний Есть Заморозок То У меня Его Просто Нет И Даже Вот Прошлогодний Нет Позапрошлогодний 2015 Года Заморозок Который Был Очень Сильный Если Внизу Было 12 15 Гратосов Морозок То У меня Всего 7 8 На Моем Участке Видите Разницу Вот Тут Вот Этот Фактор Где Расположен Ваш Виноградник Где Вы Будете Высаживать Тоже Надо Учитывать Ну Наконец Я Скажу Что Вот Какие Сроки Получения Саженцев Это Данные Литературы Вот Я Выписал Все Зависит От Сорта Если Это Европейско Азиатские Сорта То Необходимо 45 50 Дней То Если Вы Ориентируетесь На Какие То Числа Можете Отсчитать И Начать Высаживать За 50 Дней Вот Этот Саженец Ну Высадите Раньше Единственное Неудобство Что Он У вас Если В квартире Вы Выращиваете Вырастет Слишком Большой Плохо С ним Носиться И Потом Его Надо Транспортировать Еще На Место Где Вы Будете Высаживать Европейско Амурских Сортов Им Надо Больше 60 70 Дней То Больше Двух Месяцев Вот 70 Дней Это Два Месяца Еще Десять Дней Вот А Европейско Американские Или Комплексно Устойчивые А Мы Сейчас В основном Распространяем И В нас Высаживается Это Комплексно Устойчивые Сорта Вот 50-60 Дней Ну Грубо говоря Два Месяца Необходимо Для того Чтобы Получить Вот Такой Посадочный Материал Это Первое Второе Вот Что Касается Получения Саженцев Не Высаживайте Их В маленькие Стаканчики Берите Нормальный Хороший Контейнер С Хорошим Комом Земли Ну Если У вас Будет Контейнер Вот Так Как Есть В одном Из Контейнерный Метод Посадки Винограда Вот Где Якушенко Показывает У него Практически Контейнер Этот Рассчитан На ведро Земли Это Идеальный Вариант Конечно Места Занимает Много Но Зато И Более Качественный Получится Саженец Дело В том Что Если Мелкий Контейнер Тут Возможно Вот Эти Проблемы Что Корневая Система Ей Некуда Деваться Она Достигнет Краев А потом Начинает Изгибаться Это Не Хорошо Для Виноградного Растения Это Раз Во-вторых Может быть Недостаточно Питательных Веществ И А если Тем более Черенок У вас Длина 35-40 Сантиметров А посадили Врунт Всего на 5 Сантиметров В квартире То конечно Ему Бедняге Будет Очень Трудно И Трудно Получить Толковый Посадочный Материал Ну Вот Это Все На Сегодня Спасибо За Внимание Всем Здоровья Удачи И Творческих Успехов До Следующих Видео